Глава восьмая. Эпиграф. Когда во храм к плечу плечо Пройдете парами меж плитвой, Пусть вас ничто не отвлечет Монахи ночью от молитвы. Колман. Я отнюдь не суеверен, но стоило мне войти в церковь, Как я ощутил невообразимый холод в душе и в теле. Я подошел к алтарю и попытался встать на колени. Невидимая рука оттолкнула меня. Казалось, некий голос обращается ко мне из глубины алтаря И вопрошает, зачем я туда явился. Мне подумалось тогда, что те, что только что ушли оттуда, Были погружены в молитву. Что те, что последуют за мной, Придут туда тоже с благоговейным чувством, В то время как я пришел в церковь с дурными целями, Собираясь учинить обман, И хочу употребить часы, отведенные для богослужения, На то, чтобы придумать, как от него избавиться. Я почувствовал себя обманщиком, Который хочет воспользоваться святостью этого места Для осуществления своей недостойной цели. Мне сделалось страшно И за все задуманное, И за самого себя. Наконец я опустился на колени, Но молиться все равно не посмел. Ступени алтаря показались мне в эту ночь Особенно холодными. Я весь дрожал и вынужден был Вслушиваться в окружавшую меня тишину. Увы, как можем мы ожидать успеха в деле, Если не смеем открыть замысел наш перед Господом? Молитва, сэр, когда мы проникаемся ею, Не только делает нас самих красноречивыми, Но как бы сообщает еще некое подобие красноречия Всему, что нас окружает. В прежнее время, Когда я открывал Господу душу, У меня было такое чувство, Что все светильники горят ярче, А на лицах святых проступает улыбка. Ночная тишина наполнялась тогда формами и голосами, И каждое дуновение ветерка, Проникавшее в окно, Походило на звуки арф, На которых играют тысячи ангелов. Теперь все было приглушено, Светильники, Статуи святых, Алтарь и купол храма Все взирало на меня в молчании. Казалось, что со всех сторон Меня окружают свидетели, Которые без слов Одним своим присутствием Способны меня осудить. Я не смел поднять глаз, Не смел говорить, Не смел молиться, Чтобы не обнаружить этим мысли, На которую я не смог бы И спросить себе благословения, А так вот оберегать тайну, Которая все равно известна Богу. Дело напрасное И к тому же Недостойная христианина. Волнение мое длилось недолго. Я услышал приближающиеся шаги. Это был тот, Кого я ждал. «Вставайте», Сказал он мне, Ибо я стоял на коленях. «Вставайте, Нам надо торопиться. Вы пробудите в церкви Всего только час, И за этот час Мне надо многое вам сказать. Я поднялся с колен. Побег ваш назначен На завтрашнюю ночь. На завтрашнюю ночь, Милосердный Боже! Да, в таких отчаянных положениях Всякая отсрочка бывает опаснее, Чем поспешность. Тысячи глаз и ушей следят за вами. Одного неловкого Или двусмысленного движения Достаточно, Чтобы сделалось невозможным Их провести. Конечно, Такие поспешные действия Сами по себе уже опасны, Но иначе нельзя. Завтра после полуночи Сойдите в церковь. Вероятнее всего, Там в этот час никого не будет. Если же вы застанете там Кого-нибудь за молитвой Или покаянием, Уйдите, Чтобы не возбуждать подозрений. Вернитесь, Как только все уйдут. Я буду вас ждать там. Видите вот эту дверь? И он показал мне на маленькую дверь, На которую я не раз обращал внимание, Но которую, насколько помню, Ни разу при мне не открывали. Я достал ключ от этой двери. Неважно, как мне это удалось. Раньше дверь эта вела под сводой монастыря, Но по некоторым причинам Совершенно особого свойства, Рассказывать о которых сейчас некогда, Был открыт другой проход. А этим много лет уже никто не пользуется. От него ответвляется еще один, Который, как я слышал, Кончается выходящим в сад люком. Слышали? Ужаснулся я. Боже мой! Неужели же в таком серьезном деле Можно полагаться на то, Что вы слышали? Если вы не уверены, Что этот переход действительно существует, И что вы разберетесь во всех его поворотах, То, может, статься, Нам придется пробродить там всю ночь, Или, может быть, Не докучайте мне всеми этими мелочами. Некогда мне выслушивать ваши опасения. Не сочувствовать вам, Не переубеждать вас я не могу. Когда через потайной люк Мы попадем в сад, Нам будет грозить еще одна опасность. Тут он замолчал, Словно желая проследить, Какое впечатление произведут на меня Те ужасы, о которых идет речь, Причем не столько из недоброжелательства, Сколько из тщеславия, Для того лишь, Чтобы превознести свою храбрость, Которая позволит ему преодолеть их. Я молчал. И так как он не услышал в ответ Ни льстивой похвалы, Ни выражения испуга, Он продолжал. На ночь в сад Каждый раз выпускают двух злых собак. Об этом надо будет тоже подумать. Высота ограды шестнадцать футов, Но брат ваш достал веревочную лестницу. Он перекинет ее вам, И вы сможете без всякой опасности Перебраться по ней на ту сторону. Без всякой опасности? Но тогда ведь опасность будет грозить Хуану. Говорю вам еще раз, Не прерывайте меня. Меньше всего вам приходится бояться Опасности в этих стенах. А вот когда вы окажетесь за пределами их, Что тогда? Где вы укроетесь? Где найдете для этого надежное место? Может быть, правда, На деньги вашего брата Вам удастся убежать из Мадрида. Он будет щедр на подкупы. Каждую пять земли на вашем пути Ему придется вымостить золотом. Но и после этого Вас ждет немало всяких трудностей. Тогда-то и начнется самое главное. Как вы переберетесь через Пиренеи? Как, при этих словах, Он провел рукою полбу с видом человека, Взявшегося за дело, Которое ему не под силу, И теперь обдумывающего, Как выйти из беды? Это движение, В котором было столько искренности, Поразило меня. Оно подействовало как некий противовес, Который помог мне справиться Со сложившимися уже предубеждениями. Однако, чем больше я начинал ему доверять, Тем больше меня пугали те картины, Которые он мне рисовал. Как же все-таки я смогу убежать и скрыться? Повторяется, повторил я за ним следом. Может быть, с вашей помощью Мне и удастся пройти по этим путаным переходам. Я уже, кажется, ощущаю их сырость И сочащуюся мне на голову воду. Я могу выбраться оттуда к свету, Взобраться на ограду, Спуститься с нее, Но в конце концов, Как же мне удастся бежать? Больше того, как мне потом жить? Вся Испания. Это большой монастырь. Я окажусь пленником всюду, Куда бы ни подался. — Об этом обязан позаботиться ваш брат, — Ответил он сухо. — Что до меня, то я делаю то, за что взялся. Тогда я стал одолевать его вопросами Касательно подробностей моего бегства. Ответы его были однообразны, Неудовлетворительны и уклончивы, В такой степени, Что ко мне вернулась прежняя подозрительность И вместе с ней ужас. — Но откуда же вы достали ключи? — спросил я. — Вас это не касается. — Примечательно было, Что он давал одинаковые ответы На все вопросы, Которые я ему задавал По поводу добытых им средств, Чтобы облегчить мой побег. Поэтому я вынужден был, Так ничего и не узнав, Больше не задавать их И не возвращаться к тому, Что уже было сказано. — Да, но как же нам удастся пройти По этому страшному переходу Возле склепов? Ведь может случиться, Что мы никогда больше не увидим света? Подумать только. Бродить в темноте, Среди развалин, Под сводами склепов, Ступая по костям мертвецов, Где мы можем повстречать Бог знает что. Какой это ужас! Оказаться среди тех, Кого нельзя отнести Ни к живым, ни к мертвым, Среди темной и склизкой нечисти, Что тишит на останках покойников, Что пирует и тешится любовью, Среди разложения и тлена. Какой это невообразимый ужас! А нам непременно надо Проходить мимо склепов? Ну и что ж такого? Может быть, у меня больше оснований Бояться их, чем у вас. Вам же не приходится ждать, Что дух вашего отца Выйдет из земли, Чтобы вас проклясть. При этих словах, Которые были сказаны доверительно И с опаской, Я содрогнулся от ужаса. Слова эти Произнес отцеубийца, И он хвастался Своим преступлением Здесь, в церкви, Глухой ночью, Среди святых, Чьи статуи были Недвижны, Но, казалось, Содрогались вместе со мной. Чтобы немного отвлечься, Я снова вернулся к разговору О высокой стене И о том, Как трудно будет укрепить Веревочную лестницу, Так, чтобы никто не заметил. Он отвечал Все теми же словами Предоставьте это мне, Я уже все уладил. Всякий раз, Когда он таким образом отвечал мне, Он отворачивался от меня. Я ничего не слышал, Кроме отдельных Отрывочных слогов. В конце концов, Я почувствовал, Что добиться от него Каких-то объяснений Дело безнадежное, И что мне приходится Во всем на него положиться. На него. О, Господи! Что только я пережил, Сказав себе эти слова. Сознание того, Что я нахожусь всецело В его власти, Приводило меня в трепет. И вместе с тем, Даже это тяжелое чувство Не могло избавить меня От мыслей О непреодолимых трудностях, Связанных с моим побегом. Тут он окончательно Вышел из себя. Он стал корить меня тем, Что я робок и неблагодарен. И представьте себе, Когда голос его Становился свирепым, И он начинал угрожать мне, Я испытывал к нему Больше доверия, Чем в те минуты, Когда он пытался Его изменить. Пусть он резко Мне возражал. Больше того, Обвинял меня Во всем, Что он говорил, Он выказывал Столько предусмотрительности, Трезвости, И держал себя Так невозмутимо, Что, Как несомнительно Было наше предприятие, Я начинал уже верить, Что исход его Будет удачен. Во всяком случае, Я пришел к выводу, Что если кто-нибудь На свете И может осуществить Мое освобождение, Так только он, Человек этот, Не знал, Что такое страх, Муки совести Для него не существовали, Намекая на то, Что убил отца, Он хотел только одного, Поразить меня Своей решимостью. Я прочел это На его лице, Ибо в эту минуту Невольно взглянул на него, В глазах его Не было ни той опустошенности, Которую приносит С собой раскаяние, Ни той суетливости, Которую неминуемо Влечет за собою страх. Они смотрели на меня Дерзко, Словно бросая мне вызов И стараясь привлечь Мое внимание. Мысль о предстоящей опасности, Казалось, только Поднимала в нем дух. Он затеял рискованное дело И походил на игрока, Который готовится Встретить равного По силе противника. Пусть на карту Была поставлена жизнь, Для него это означало Только то, Что он играет По высшей ставке. И эта повышенная Требовательность Вызовет в ответ Еще больший прилив отваги, Еще большую сплоченность Всех способностей и сил. Разговор наш Близился уже к концу, Как вдруг меня резанула мысль, Что человек этот Идет на страшный риск, И невозможно поверить, Что он делает это ради меня. И мне захотелось Разгадать эту тайну. «Ну а как же вы Обеспечите свою Собственную безопасность?» Спросил я. «Что станется с вами, Если мой побег Будет обнаружен? Ведь одно только подозрение В том, что вы Были соучастником Этой попытки, Может навлечь на вас Самую страшную кару? А что уж говорить, Если на место подозрения Придет твердая уверенность В том, что все это Дело в ваших рук. Невозможно даже описать, Как услыхав эти слова, Он переменился в лице. Некоторое время он смотрел на меня, Не говоря ни слова. Глаза его блестели, И в них можно было разглядеть Одновременно сарказм, Презрение, Сомнение и любопытство. Потом он попытался рассмеяться, Но все мускулы его лица Настолько застыли в своей неподвижности, Что в нем уже не могло произойти Никакой перемены. Для таких лиц Насупленный хмурый взгляд Всего привычнее. Улыбка их Похожа на судорожные подергивания. Он мог вызвать в себе Разве что сардонический смех, Настолько ужасный, Что описать его невозможно. Очень страшно бывает Видеть веселое выражение На лице преступника. Каждая улыбка его Покупается ценой Множества стонов. Стоило мне взглянуть на него, Как кровь во мне похолодела. Я стал ждать, Что он заговорит, И верил, Что звук его голоса Сам по себе Явится для меня Облегчением. Наконец он сказал, Неужели вы считаете Меня таким дураком, Что я стал бы Помогать вам Бежать отсюда, Рискуя при этом Попасть в тюрьму И оставаться там До конца моих дней? Или быть замурованным В стену? Или, наконец, Преданным суду инквизиции? И он снова расхохотался. Нет, Бежать мы должны С вами вместе. Неужели вы думаете, Что я стал бы Столько тревожиться о деле, В котором мне была бы Отведена только роль помощника? Я думал об опасности, Которая грозит мне. Я не был уверен в том, Что оно кончится Для меня благополучно. Положение, В котором мы очутились, Свело вместе нас обоих, Людей во всем Противоположных друг другу, И вместе с тем Союз наш неизбежен И неразрывен. Судьба ваша связана Теперь с моей Узами, Разорвать которые Не в силах Никто на свете. Нам с вами Больше не суждено Расстаться. Жизнь каждого из нас В руках другого. И даже самая Кратковременная разлука Может повлечь за собой Предательство. Мы должны Неусыпно следить Друг за другом, За каждым вздохом, За каждым шагом. Мы должны Страшиться Ночного забытья, Ибо оно может Невольно предать Другого И прислушиваться К бессвязным словам, Которые могут Вырваться в нашем Тревожном сне. Может статься, Мы будем Ненавидеть друг друга, Мучить друг друга, И хуже всего Можем Надоесть Друг другу, А рядом С этой Томительной Неразлучностью Нашей Ненависть И та была бы Для нас Облегчением, Но расставаться Мы уже Никогда Не должны. Подумав о том, Какую Окажется Моя свобода, Ради которой Я столько всего Поставил на карту, Я содрогнулся. Я взирал На страшное Существо, С которым Оказалось Неразрывно Связанной Моя жизнь. Он Собрался Было Уже Уйти, Но потом Остановился На некотором Расстоянии, То ли, Чтобы повторить Еще раз Последние Сказанные Им Слова, То ли, Может быть, Чтобы проследить За тем Впечатлением, Которое Они Произведут На меня. Я Сидел На ступеньках Алтаря, Было Уже Поздно. Лампады Горели Совсем Тускло, И, Говоривший Со мной В такой Позе, Что Верхняя Люстра Освещала Только Его Лицо И, Протянутую В мою Сторону Руку. Фигура Его Была Совершенно Скрыта Под Покровом Темноты, И Эта Оставшаяся Бестела Голова Выглядела Поистине Зловеще. Свирепое Выражение Его Лица Смягчилось И Уступило Место Какой-то Нечеловеческой Тоске, Когда Он Повторял Слова Мы Никогда Не Расстанемся, Я Должен Быть Возле Вас Всегда, И Его Низкий Голос, Словно Забравшийся Под Землю Гром Глухими Раскатами Отдавался Под Сводами Церкви. Последовало Продолжительное Молчание, Он По-прежнему Стоял В той же Позе. Я Тоже, Словно Окобенел И Не Мог Пошевельнуться. Часы Пробили Три, Боих Напомнил Мне, Что Время Мое Истекло. Мы Расстались, Разойдясь В противоположные Стороны. По счастью, Двое Монахов, Которые Должны Были Меня Сменить, На Несколько Минут Опоздали, Оба Они Отчаянно Зевали, И Уход Наш Никем Не Был Замечен. У Меня Нет Сил Описать Последовавший За Этим День. Это Также Невозможно, Как Разобраться В Увиденном Сне И Определить, Что В Нем Правда, Что Бред, Где Именно Сплоховало Память И Восторжествовало Воображение. Султан В Восточной Сказке, Который Погрузил Голову В Фонтан И Прежде Чем Поднял Е Снова Успел Испытать Самые Невероятные Превратности Судьбы Был Монархом, Рабом, Супругом, Вдовцом, Отцом Нескольких Детей, Бездетным Холостяком, Вряд Ли Мог Пережить Столько Душевных Потрясений, Сколько Выпало На мою Долю В Этот Памятный День. Я Был Узником, Свободным Человеком, Счастливцем, Окруженным Улыбающимися Детьми, Жертвой Инквизиции, Корчащейся В пламени Костра И Извергающей Проклятия. Я Был Маньяком, Бросавшимся От Надежды К Отчаянию. Мне Все Время Казалось, Что Я Дергаюсь За Веревку Колокола, В Звуках Которого Попеременно Слышатся Слова Ад И Рай. Звон Этот Непрестанно Раздавался У меня В ушах Тягостно И Монотонно, Мостырской Колокол. Наконец Наступила Ночь. Вернее, Было бы сказать, Наступил День, Ибо Весь Этот День Был Для Меня Ночью. Обстоятельства Благоприятствовали Мне. В Мостыре Все Затихло. В Коридоре Не Слышно Было Ничьих Шагов, Ничей Голос, Будь-то Даже Шепот, Не Оглашался Воды, Под Которыми Нашло Себе Прибежище Столько Человеческих Душ. Крадучись, Вышел Я Из Кельи И Спустился В Церковь. В Этом Не Было Ничего Не Обычного, Ибо Обитатели Монастыря, Которых Темными Бессонными Ночами Мучила Совесть, И У Которых Не Выдерживали Нервы, Приходили Туда Молиться. Приближаясь К дверям Церкви, Перед Которыми Денные Ночь Нагорели Лампады, Я Вдруг Услыхал Чей-то Голос. Испугавшись, Я решил Было Уже Вернуться Назад, Но Потом Все Ж Отважился Заглянуть Внутрь. Старик Монах Стоял На коленях Перед Извоянием Одной Из Святых, Погруженной В Молитву, Причем Просить Милости Господней, Его Побуждали Отнюдь Немуки Совести Или Строгости Монастырской Жизни, А Самая Обыкновенная Зубная Боль. Чтобы Смирить Эту Боль, Надлежало Коснуться Деснами Изображения Святой, Которая Славилась Тем, Что Оказывает В Подобных Случаях Помощь. Несчастный Старик Молился Со Всем Рвением, На какое Толкало Его Нестерпимое Страдание, А потом Снова И Снова Пригладывался Деснами К Холодному Мрамору, Отчего Всякий Раз Усиливались Его Жалобы, Муки И Молитвенное Рвение. Я Присматривался К нему И Прислушивался И И Великой Радости Моей Увидел, Что Это Пришел Мой Сообщник. Знаками Я Объяснил Ему, Что Помешало Мне Войти В Церковь. Он Ответил Мне Таким Еще Полчаса. Полчаса Не Могли Успокоить Знаки Нетерпения, Которые Проявлял Мой Сообщник. Время От Времени Он Выходил Из Своего Убежища Заколонной И Бросал На Меня Взгляд, В Котором Вспыхивала Ярость И Который Тревожно Меня Вопрошал И Тревога, На Что Я Ответил Другим Взглядом Выражавшим Безнадежность, После Чего Уходил, Бормоча Слова Проклятия Сквозь Зубы Страшной Скрежет Которых Я Отчетливо Слышал, Ибо Я Старался Сколько Мог Сдерживать Дыхание. В Конце Концов Я Решился На Отчаянный Шаг. Я Вошел В Церковь И Направившись Прямо К алтарю Простерся У Его Ступенек. Старик Монах Заметил Меня. Он Решил, Что Я Пришел Туда Если Не С Зубной Болью Как Он То С Какой То Другой И Подошел Ко Мне Сказав Что Собирается Присоединиться К Моим Молитвам А Меня Просит Помолиться За Него Ибо Боль Его Перекинулась Из Нижней Челюсти В Верхнюю Невозможно Даже Описать Как Причудливо Сочетаются Иногда В Людях Самые Высокие Стремления Я Был Узником Я Томился По Свободе И Поставил Все В Зависимость От Шага Который Был Вынужден Совершить Мгновение Это Должно Было Определить Всю Мою Жизнь На Ближайшее Время А Может Быть И Навсегда А Рядом Со Мной Стоял Коленопреклоненный Монах Чья Участь Уже Была Решена Который Все Остающиеся Недолгие Годы Своей Жалкой Жизни Не Мог Быть Никем Кроме Как Монах И Вот Этот Человек Горячо Молил Чтобы Ему Неспослано Было На Какое То Время Облегчение Той Временной Боли Какую Я Готов Был Терпеть Всю Жизнь Ради Одного Только Часа Свободы Когда Он Подошел Ко Мне И Попросил За Него Помолиться Я Отшатнулся Я Понял Что Мы Просим Бога О Совершенно Разных Вещах И Не Решился Выспросить У Себя Что Что Отличает Нас Друг От Друг В Эту Минуту Я Не Знал Кто Из Нас Прав Он Ли Чьи Молитвы Ничем Не Оскверняли Святости Этого Места Или Я Поставленный В Необходимость Бороться С Этой Противоестественной Беспорядочной Жизнью Все Связи С Которые Я Собирался Порвать Нарушив Данный Мною Обет Я Все Же Встал Рядом С Ним На Колени И Принялся Молиться Прося Господа Облегчить Его Страдания И Молитвы Мои Разумеется Были Искренни Ибо Я Воздавал Их В Надежде Что Как Только Ему Станет Легче Он Тут Ж Уйдет Однако Стоило Мне Опуститься На Колени Как Я Испугался Собственного Лицемерия В Душе Это Ведь Я Смеялся Над Страданиями Этого Несчастного А Теперь За Него Молюсь Я Был Самым Низким Лицемером Который Стоял На Коленях Да Еще Перед Алтарем Но Разве Я Не Был Вынужден Поступить Именно Так Если Я Действительно Был Лицемером То По Чьей Вине Если Я Сквернял Алтарь То Кто Ж Затащил Меня Туда Кто Заставил Меня Оскорбить Святыню Обетами Против Которых Восставала Моя Душа И Которые Она Отвергла Прежде Нежели Уста Мои Успели Произнести Их Но Мне Было Некогда Сейчас Копаться В Душе Я Встал На Колени Молился А Сам Весь Дрожал До Тех Пор Пока Несчастный Страдалец Устав От Своих Напрасных Молитв Которым Господь Так И Не Униал Не Поднялся С Колен И Не Потащился К Себе В Келью Несколько Минут Я Все Ж Стоял Не Помня Мне Все Казалось Что Может Явиться Еще Какой Нибудь Непрошенный Посетитель Но Раздавшиеся В пределе Быстрые И Решительные Шаги Сразу Ж Вернули Мне Самообладание Это Был Мой Сообщник Он Уже Стоял Рядом Со Мной Он Произнес Какие-то Проклятия Показавшиеся Очень Оскорбительными Для Моего Слуха И Не Столько Непристойностью Своей Сколько Тем Что Подобные Слова Раздавались Под сводами Храма И Тут Ж Стремительно Направился К двери В руках У него Была Большая Связка Ключей И Я Безотчетно Пошел Пошел Следом За Тем Кто Должен Был Вывести Меня На Свободу Дверь Была Ниже Уровня Пола Нам Пришлось Спуститься На Целых Четыре Ступеньки Он Стал Пытаться Отомкнуть Ее Ключом Который Обернул Руковом Своей Рясы Чтобы Не Было Слышно Лязга Металла После Каждой Попытки Он Отскакивал Назад Скрижетал Зубами Топал Ногой А Потом Пускал В ход Обе Руки Замок Не Поддавался В Отчаянии Я Ломал Руки Потрясал Ими Над Головой Посветите Мне Попросил Он Шепотом Возьмите Светильник У Какой Нибудь Из Этих Кукол Пренебрежение С которым Он Говорил Об Извояниях Святых Испугало Меня Во Всем Этом Я Увидел Святотатство Однако Я Пошел За Светильником И Дрожащей Рукой Стал Светить Ему А Он В Это Время Снова Стал Пытаться Отпереть Дверь При Этой Новой Попытке Мы шепотом Поделились С ним Нашими Опасениями Которые Были До того Страшны Что У нас Перехватывало Дыхание И даже Шептать Становилось Трудно Шум Шум Какой-то Просто Напросто Эхо Скрежет Этого Чертова Замка Никто Там Не Идет Нет Никого Загляните Ко В коридор Тогда Я Не смогу Вам Светить Не Важно Только Бы Не Попасться Да Только Бы Удалось Бежать Сказал Я С решимостью Которая Его Изумила Поставив Светильник На пол Я Принялся Вместе С ним Поворачивать Ключ Замок Скрипел И Противился Нашим Усилиям Казалось Справиться С ним Невозможно Мы Сделали Еще Одну Попытку Затаив Дыхание И стиснув Зубы Мы Ободрали Све Пальцы До Самой Кости Только Все Было Напрасно Мы Начали Все Сначала Но И На Этот Раз Ничего Не Добились То Ли Его Необузданной Натуре Труднее Было Перенести Неудачу Нежели Мне То Ли Подобно Многим Истинно Мужественным Людям Он Готов Был Рисковать Жизнью В Борьбе И Умереть Без Единого Стона И В то же Было На Сам Деле Только Он Вдруг Бессильно Опустился Наведшие К Дивери Ступеньки Вытер Рукавом Крупные Капли Пота Выступившие У него На лбу От Напряжения И от Страха И Бросил На Меня Взгляд Полный Неподдельного Отчаяния Часы Пробили Три Боих Прозвучал У меня В ушах Подобно Трубам Страшного Суда Трубам Которые Каждый Из Нас Еще Услышит Он Заломил Руки В Неистовых Корчах Так Мог Корчиться Только Закоренелый Не Знающий Раскаяния Злодей То Были Муки Без Умиротворения И Воздаяния Те Что Венчают Преступника Ореолом Ослепительного Величия Повергая Нас В восхищение Перед Падшим Ангелом Сочувствовать Которому Мы Не Смеем Мы Погибли Вскричал Он Вы Погибли В Три Часа Сюда Придет Молиться Монах Я Уже Слышу Шаги Его В коридоре Добавил Он Понизив Голос В котором Сквозил Невыразимый Ужас Но Как раз В эту минуту Ключ С которым Я не переставал Сражаться Повернулся Вдруг В замочной Скважине Дверь Отворилась Проход Был Открыт Дыхание Дыхание Посмотрели Друг На Друг В наших Глазах Как будто Снова Пробудилась Уверенность И мы Начали Свой Путь По Подземелью Уже В полной Тишине И Безопасности В безопасности Боже Ты Мой Я И Сейчас Еще Содрогаюсь При Одном Воспоминании Об Этих Подземных Странствиях Под Сводами Монастырских Склепов И В Обществе Отце Убийцы Но С чем Только Не Может Породнить Нас Опасность Если Бо Мне Рассказали Что Нечто Подобное Случилось С Другим Я Бо Ответил Что Это Самая Наглая И Бессовестная Ложь И Однако Все Это Случилось Со Мной Я Взял Свет 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 Самый Свет Его Вся Раз Когда Он Что-то Озарял На Нашем Пути Казалось Упрекал Меня В Совершенно Мною Святотатстве И Молча Последовал За Своим Спутником У Вас В Стране Сэр Люди Много Читали В Романах О Подземных Ходах И О Сверхъестественных Ужасах Но Как Бы Красочен Ни Был Рассказ О Них Он Бледнеет Перед Щемящим Сердце Ужасом Который Испытывает Тот Кто Вовлечен В Предприятие Не Имеет Для него Ни сил Ни Должного Опыта Ни владения Собой И Кто Вынужден Вложить Свободу Свою И Жизнь В Обогренные Кровью Руки Отца Убийцы Напрасно Старался Я Набраться Решимости Напрасно Говорил Себе Долго Это Продолжаться Не Может Напрасно Старался Убедить Себя Что В Столь Рискованных Предприятиях Невозможно Обойтись Без подобных Помощников Все Было Впустую Я Содрогался Думая О положении В котором Очутился От того Во что Превратился Сам А ведь Это Тот Ужас Который Нам Никогда Не Удается Преодолеть Я Спотыкался О камни Каждый Шаг Наполнял Мою Душу Отчаянием Глаза Мне Заволокло Каким-то Голубоватым Туманом Края Светильника Были Словно Оторочены Тусклым Рассеянным Светом Воображение Мое Разыгралось И Когда Спутник Мой Начинал Осыпать Меня Проклятиями За мою Невольную Медлительность Мне Уже Начинало Казаться Что Я Иду Вслед За Дьяволом Которому Удалось Соблазнить Меня На Нечто Чудовищное Такое Что И представить Себе Невозможно Все О чем Я читал В страшных Рассказах Обступило Меня Подобно Кошмарам Преследующим Человека Очутившегося Вдруг В темноте Мне Мне приходилось Слышать О бесах Которые Соблазняли Монахов Обещая Им Свободу Заманивали Их В Монастырские Подземелья А там Ставили Им Такие Условия Рассказывать О которых Едва Ли Не столь Же Страшно Как Их Исполнять Я Уже Начинал Думать О том Что Меня Принудят Присутствовать На непотребных Дьявольских Оргиях Видеть Как там Подчуют Гниющим Мясом Что Мне Придется Пить Испорченную Кровь Мертвецов Слышать Кощунственные Проклятия И Вопли Стоять На той Страшной Грани Где Жизнь Человека Смыкается С вечностью Слышать Аллилуйя Хора Которые Доносятся Даже Сквозь Своды Подземелий Там Где Свершается Черная Месса Где Дьявол Исправляют Свой Шабаш Словом Я думал Обо Всем Что Могло Прийти На ум Во Время Блуждания По Этим Бесконечным Переходам При Этом Мертвенном Тусклом Свете В Обществе Человека Для Которого Не Было Ничего Святого Казалось Хождением Нашим Не будет Конца Спутник Мой Сворачивал То Направо То Налево Опережал Меня Возвращался Останавливался В раздумье Это Было Самое Страшное Потом Снова Шел Вперед Пытаясь Продвинуться В другом Направлении Причем Проход Оказывался Настолько Низок Что Мне Приходилось Ползти На Четвереньках Чтобы От него Не Отстать Но Даже И Ползя Я Стукался Головой О Неровности Потолка После Того Как Мы Уже Довольно Долго Шли Во всяком Случае Так Мне Казалось Ибо Когда Человека Во тьме Охватывает Страх Тот Какого Никогда Не может Быть Днем Минуты Становятся Для него Часами Проход Этот Сделался Настолько Узким И низким Что Дальше Идти Я Уже Не Мог И Удивлялся Как Это Моему Спутнику Удается Пробираться Вперед Я Стал Его Звать Но Ответа Не Последовало А В Проходе Или Вернее В щели По Которой Я Полз Невозможно Было Ничего Разглядеть На Расстоянии Десяти Дюймов У Меня Правда Был С собой Светильник Который Я Держал Дрожащей Рукой Но В Этом Спертом Тяжелом Воздухе Он Едва Мерцал Ужас Сдавил Мне Грудь От окружавшей Меня со всех сторон Сырости Отсочившихся по стенам Капель Меня Начало Лихорадить Я Снова Стал Звать И Снова Мне Никто Не Ответил Когда Человеку Грозит Опасность Воображение На Горе Ему Вдруг Набирает Сил И Я Помимо Воли Вспомнил И Применил К себе Когда-то Прочитанный Мною Рассказ О Путешественниках Пытавшихся Исследовать Склепы Египетских Пирамид Один из них Пробиравшийся Подобно мне Ползком Застрял В щели И Не то От страха Не то По какой Другой Причине До такой Степени Распух Что не мог Уже Не продвинуться Вперед Не попятиться Назад Чтобы Уступить Дорогу Товарищам Те уже Возвращались И увидев Что на пути Их Оказалась Неожиданная Помеха С которой Они Ничего Не могли Поделать Что Светильники Мигают И вот-вот Погаснут И что До смерти Напуганный Проводник Не может Не вести Их Не дать Сколько-нибудь Разумный Совет Движимые Тем Крайним Эгоизмом До которого Опускаются Люди В минуты Смертельной Опасности Предложили Отрезать Несчастному Руки И Ноги Когда Тот Услышал Что с ним Хотят Сделать Нервное Напряжение Его Достигло Такой Степени Что Вызвало Сильное Сокращение Мышц Сразу же Вернувшее Его В обычное Состояние После чего Он Выбрался Из щели И освободил Всем остальным Путь К выходу Дело Однако Кончилось Тем Что от этих Нечеловеческих Усилий Он Задохнулся И тут же Умер Все эти Подробности Рассказывать Которые Приходятся Очень Долго За одно Мгновение Навалились На мою Душу На душу? Нет На тело Во мне Не было Ничего Кроме Физического Чувства Это было Сильнейшее Страдание Тела И один Только Господь Знает Человек Же Способен Лишь Ощущать Как Такое Страдание Может Поглотить В нас И свести На нет Любое Другое Чувство Как В такие Минуты Нам Ничего Не стоит Убить Близкое Нам Существо Чтобы Питаться Его Мясом И этим Прогрызать Себе Дорогу К жизни И свободе Так Вот Потерпевшие Кораблекрушения Отрезали От себя Куски Тела И Поедали Их А Рассчитывая Что Это Их Поддержат Тогда Как На самом Деле Только Усугубляли Этим Свои Мучения И После Каждого Такого Само Истязания Еще Я Я Действительно Выбрался Оттуда Не Знаю Даже Как Мне Это Удалось Должно Быть Я В Это Время Оказался Способным На Одно Из Тех Необыкновенных Усилий И Низких Устремленного Я Я Вздрогнул И Громко Вскрикнул Хоть Сам И Не Сознавал Что Кричу Тише Молчите Произнес Голос Из Тьмы Я Оставил Вас Только Для Того Чтобы Разведать Проходы Я Нашел Тот Что Ведет К Люку Молчите И Все Будет Хорошо Весь Дрожа Я Приблизился К нему Спутник Мой Должно Быть Тоже Дрожал Что Светильник Уже Едва Тлеет Спросил Он Шепотом Сами Видите Постарайтесь Поддержать Его Еще Хоть Немного Буду Стараться Ну А Если Мне Это Не Удастся Что Тогда Тогда Мы Погибли Сказал Он И Разразился Такими Проклятиями Что Я Испугался Как Бы Не Обрушились Своды И Однако Не Приходится Сомневаться Сэр Что Отчаянная Решимость Подчас Как Нельзя Лучше Подходит К Отчаянным Положениям В Которые Мы Попадаем К Пощунственные Выкрики Этого Негодяя Придали Мне Какую-то Зловещую Уверенность В том Что У него Хватит Мужества Довести Своё Дело До Конца Он Пошёл Вперёд Продолжая Бормотать Свои Проклятия А я Шёл За Ним Следом Не Спуская Глаз Совсем Уже Затухавшего Огонька И Мучения Мои Усугубляло Боязнь Ещё Больше Разъявить Моего Страшного Проводника Я Уже Говорил О том Как Чувства Наши Даже В минуты Величайшей Опасности Могут Уходить Вдруг Куда-то В сторону От главного И впиваться В самые Мелкие Ничтожные Подробности Как я Ни был С ним Осторожен Светильник Мой Всё-таки Захерел Замигал Подарил Меня Словно Горькой Усмешкой Своей Последней Едва Заметной Вспышкой И Погас Никогда Мне Не забыть Того Взгляда Который В этой Полутьме Бросил На меня Мой Спутник Пока Светильник Теплился Я Следил За его Мигающим Пламенем Как Забиением Слабеющего Сердца Как За трепетом Души Готовой Улететь В вечность Он Погас У меня На глазах И я Уже Причислял Себя К тем Кому Уделом Послан Вечный Мрак Как Раз В эту Минуту До Нашего Притупившегося Слуха Донеслись Отдаленные Едва Слышные Звуки Это Означало Что В церкви Которая Сейчас Находилась Высоко Над Нами Начинается Утренняя Месса В это Время Года Обычно Происходившее При свете Свечей Эти Неожиданные И словно Сошедшие С неба Звуки Поразили Нас До Глубины Души Мы Ведь Пребывали Во мраке На Самой Границе Ада Было Что-то Неописуемо Зловещее В презрительном Высокомерии Этого Небесного Торжества Которая Славя Надежду Обрекала Нас На Отчаяние И Возвещала О Боге Тем Кто При Одном Упоминании Его Имени Затыкал Себе Уши Я Упал Не знаю Уж От того Ли Что Обо Что-то Споткнулся В темноте А может Быть От Всего Пережитого У меня Попросту Закружилась Голова Прикосновения Грубой Руки И Грубый Голос Моего Спутника Вывели Меня Из Забытья Слыша Проклятия От Которых В жилах У меня Холодела Кровь Нельзя Было Не Проявлять Слабость Не Поддаваться Страху Дрожая Спросил Его Что же Мне Теперь Делать Идите За мной Ощупью В темноте Ответил Он Страшные Слова Люди Которые Открывают Нам Всю Глубину Нашего Горя Всегда Кажутся Нам Злыми Потому Что Сердце Наше Или Воображение Привыкло Тешить Себя Надеждой Что На самом Деле Горе Это Быть Может Все же Не Так Велико Любой Другой Человек Скажет Нам Истинную Правду Скорее Нежели Мы Себе В ней Признаемся Сами В темноте В полной Темноте И на четвереньках Потому Что Удержаться На ногах Я уже Был Не в силах Я Последовал За ним Но От Этого Способа Передвижения Мне Тут же Стало Нехорошо Сначала Закружилась Голова Потом Меня Охватило Какое-то Оцепенение Я Остановился Спутник Мой Громко Выругался И Я Невольно Пополз Быстрее Как Собака Которая Повинуется Окрику Хозяина Ряса Моя Успела Уже Превратиться В лохмотья Кожа На коленях И на руках Была Содрана Несколько Раз Я ударялся Головой Об острые Неотесанные Камни Которыми Были Выложены Стены И потолок Подземелья И в довершение Всего От всей Этой Невероятной Духоты И от Глубокого Волнения Меня Охватила Сильная Жажда Было Такое Чувство Как будто Во рту У меня Лежит Раскаленный Уголь И я Пытаюсь Высосать Из него Капли Влаги А он Только Еще Больше Жжет Мне Язык Вот В каком Я был Состоянии Когда Окликнул Моего Спутника И сказал Что Дальше Идти Не могу Ну Так Останешься Тут И Заживо Сгниешь Ответил Он И может Быть Самые Воодушевляющие И ласковые Слова Не Подействовали Бы На меня Так Сильно Это Уверенность Которая Приходит Вместе С Отчаянием Это Пренебрежение К опасности Этот Вызов Силе В Ее Же Собственной Церкви Цитадели Все Это Вернуло Мне На какое-то Время Мужество Только Что Может Значить Чье-то Мужество Среди Всей Этой Бездны Мрака И Сомнений Слыша Слыша Спотыкающиеся Шаги И Невнятные Проклятия Я Догадался О том Что происходит Я был Прав Шаги Его Безнадежно Замерли И Повторя И Каждый Каждое Движение И Ступленность Моя Должно Быть Около Получаса Ни Один Из Нас Не Произнес Ни Слова Мы Лежали Рядом Как Две Издыхающие Собаки О которых Я Когда-то Читал Они Приникли К Зверю За Которым Гнались И Уже Будучи Не в силах Вонзиться Зубами В его Тело Обдавали Слабеющим Дыханием Своим Его Пушистую Шкуру Вот Как Выглядела Наша Свобода Такая Близкая И Вместе С тем Такая Безнадежно Далекая Мы Лежали Не Смея Заговорить Друг С Другом Ибо О чем Еще Можно Было Говорить Как Не О Нашем Отчаянии А Оба Мы Не Решались Бередить Друг Вдруге Все Бередическая Жажда Вынести От Водившего Знал больше Мне на плечи Я Зашатался Под тяжестью Его тела Но Ему Все же Удалось Приподнять Крышку Люка Яркий Дневной Свет Озарил Нас Обоих Но В ту же Минуту Он Опустил Ее И Спрыгнул Вниз Так стремительно Что Свалил Меня С ног Там Рабочие Вскричал Он Они Уже Пришли И Стоит Им Нас Увидать Как Мы Погибли Их Полно Теперь В саду И Они Проторчат Тут До Самого Вечера Проклятый Светильник Это Он Нас Погубил Немного Бо Еще Погорел И Мы Бо Успели Выбраться В сад Могли Бо Перелезть Через Ограду Быть На Свободе А Теперь Он Упал На Пол Корчес В Отчаянии И Ярости Мне Все Это Вовсе Не Показалось Таким Ужасным Разумеется На Какое-то Время Нас Это Задержит Но Зато Мы Избавлялись От Самого Страшного Что Нам Горозило Бродить Голодными В темноте До Полного Изнеможения И Смерти Мы Отыскали Дорогу К Люку Меня Поддерживала Непоколебимая Уверенность Что У Хуана Хватит Терпения И Решимости Я Не Сомневался В том Что Если Он Мог Прождать Нас Всю Эту Ночь То Он Нас Непременно Захочет Дождаться К Тому же Я Понимал Что Нам Надо Набраться Терпения Всего Навсего Навсего На Сутки А То И Меньше А Что Это Значит В сравнении С Бесконечностью Тех Часов И Дней Которые Иначе Пришлось Загубить В Монастырских Стенах Терпении Дайте Ему Какое Нибудь Дело И Он Исполнит Его Не Боясь Покалечить А то И Вовсе Погубить И Тело И Душу Заставьте Меня Что То Перенести Пережить Чему То Покориться И Я Сразу Ж Преисполняю С Великого Смирения Когда Человек Казалось Бы Физически Сильный И Стойкий Катался По Полу Как Капризный Мальчишка Одержимый Неукротимой Яростью Я Был Его Утешителем Советчиком И Поддерживал В нем Присутствие Духа В конце Концов Он Внял Доводом Разума Он Согласился Что Мы Должны Провести Еще Сутки В Подземелье По Поводу Чего Он Разразился Целой Летании Проклятий И Так Мы Решили Остаться И Тихо Просидеть Там До Наступления Ночи Но До чего Боже Переменчиво Человеческое Сердце В Течении Обстоятельств Которые Всего Несколько Часов Назад Мы Приняли Бы Как Божью Благодать Как Предвестие Нашей Свободы По Мере Того Как Нам Пришлось Пристальнее В Него Вглядеться Обнаружились Некие Черты Не Только Неприятные Для нас Но И Отвратительные Мы Окончательно Выбились Из сил Физическое Напряжение Которое Нам Пришлось Выдержать За эти Часы Было Просто Невероятным Право Жи Я Убежден Что Одно Только Сознание Что Мы Втянуты В борьбу Не На Жизнь А Насмерть Могло Помочь Нам Все Выдержать Но Зато Теперь Когда Эта Борьба Была Уже Позади Силы Наши Стали Сдавать Душевные Наши Муки Были Не Меньше Мы Одинаково И Страдались Душой И Телом Если Бо Вся Эта Душевная Борьба Оставляла Такие Же Следы Как И Физическая Можно Было Увидеть Что Слезы Наши Смешаны С Кровью Что Действительно И Было Когда Шаг За Шагом Мы Пробирались Вперед Не Забудьте Так же Сэр Каким Спертым Воздухом Нам Пришлось Так Долго Дышать Во Время Нашего Опасного Перехода По Всем Этим Темным Закоулкам Вредоносное Действие Этого Воздуха Начинало Теперь Сказываться И Нас То Бросало В пот То Знобило Так Что Холод Пробирал До Самых Костей И Вот В таком Душевном Возбуждении И Изможденности Тела Нам Придется Ждать Долгие Часы В темноте Без Пищи Пока Господь Не Смилостивится И Не Наступит Ночь Но Как Нам Удастся Продержаться Эти Часы Предыдущий День Мы Провели В полном Воздержании Теперь Мы Уже Начинали Ощущать Муки Голода Голода Утолить Который Нам Было Нечем Нам Придется Теперь Голодать До тех Пор Пока Мы Не Освободимся И Мы Должны Пробыть Все Это Время Среди Каменных Стен Сидеть На Сыром Каменном Полу Это С каждым Мгновением Подтачивало Силы Нужные Для Того Чтобы Справиться И с жестокостью Этих Камней И с Их Мертвящим Холодом И вот Еще Что Я Подумал А В Чьем Обществе Придется Мне Провести Эти Часы В Обществе Человека Которого Я Ненавидел Всеми Фибрами Души И В То же Время Понимал Что Присутствие Его Для Меня Одновременно И Неотвратимое Проклятие И Непреодолимая Необходимость Так мы стояли под люком Дрожа И не решаясь Даже шепотом Поделиться Друг с другом Одолевавшими нас Мыслями И вместе с тем Ощущая весь Ужас Взаимной Отчужденности Едва Ли не Самое Страшное Проклятие Которое Может Тяготеть Над теми Кто Вынужден Находиться Вместе И Вынужден Той Самой Необходимостью Которая Обязывает Участников Этого Ненавистного Обоим Союза Молчать И Держать Втайне Все Свои Опасения И Страхи Слышишь Как Рядом Бьется Другое Сердце И Однако Не Смеешь Сказать Сердца Наши Бьются Вместе Мы Все Еще Стояли Как Вдруг Сделалось Темно Я Не Мог Понять Что Что Произошло Пока Не Ощутил Что Пошел Дождь И С Отчаянной Силой Пробился Даже Сквозь Щель Нашего Люка За Какие Нибудь Пять Минут Я Промок До Костей Я Ушел Оттуда Но Уже После Того Когда На Мне Не Осталось Сухого Места Вы Вот Сэр Живете В Ирландии Стране Которую Господь Избавил От Подобных Превратностей Погоды И Вам Трудно Представить Себе Какой Силой Достигают Дожди На Континенте Вслед Затем Последовали Такие Раскаты Грома Что Я Испугался И Уже Подумал Не Решил Ли Господь Покарать Меня В этом Подземелье Где Я Сокрылся От Его Гнева А Спутник Мой Разразился Проклятиями Которые Заглушали Даже Раскаты Грома Ибо Дождь Добрался И до Него И Хлынув Под Своды Затопил Все Помещение Ноги Наши Были Уже По щиколку В воде Кончилось Тем Что Он Предложил Мне Перейти В другое Известное Ему Место Где Будет Сухо Он Добавил Что Это Всего В Нескольких Шагах Отсюда И Что Мы Потом Легко Сможем Вернуться Я Не Решился Возражать И Последовал За Ним В Темный Закоулок Который Отличался От Остальной Части Подземелья Только Тем Что Там Сохранились Остатки Того Что Когда-то Было Дверью Стало Уже Светло И Я Мог Ясно Разглядеть Все Что Меня Окружало По Глубине Впадин В Который Входил Засов И По Величине Железных Петель Которые Хоть Были Покрыты Ржавчиной Однако Оставались На Прежних Местах Я Заключил Что Дверь Эта Должна Была Быть Особенно Крепкой И Возможно Вела В Монастырскую Тюрьму Теперь Ее Сняли С Петель Но Входить Туда Мне Было Страшно Оба Мы До Такой Степени Обессилели Что Едва Переступив Порог Этого Помещения Повалились Прямо На Каменный Пол Мы Даже Не Успели Сказать Друг Другу Ни Слова Нас Неодолимо Клонило Ко Сну И Что До Меня То Мне В Эту Минуту Было Глубоко Безразлично Настанет Ли Пробуждение Или Этот Сон Будет Последним В Моей Жизни А Ведь Я Был Уже На Грани Свободы Но Хоть Я Весь Вымок Был Изнурен Голодом И Бездомен Все Все Был 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 моей кельи. Увы, как это верно, что когда счастье совсем уже близко, душа наша чахнет, и кажется, что вся она и зашла в борьбе за него, и теперь у нее не осталось даже сил, чтобы удержать его в руках. Мы бываем вынуждены наслаждаться не столько обладанием счастья, сколько погоней за ним, обращая средства в цель или переставая их различать для того, чтобы извлекать радость из того и другого, так что в конце концов достигнутое счастье оказывается ничем иным, как усталостью после борьбы. Разумеется, я был далек от всех этих раздумий, когда изнуренный напряжением сил, страхом и голодом упал на каменный пол и забыл со сном, который, собственно говоря, даже нельзя было назвать сном, ибо с ним словно обрывалось во мне все и временное и вечное. Это было каким-то внезапным отрешением и от плотской, и от духовной жизни. Иногда ведь бывает, сэр, что способность размышлять не оставляет нас вплоть до той самой грани, когда нами овладевает дремота. Засыпая, мы предаемся приятным воспоминаниям, спим только для того, чтобы радости наши прошли перед нами вновь вереницей сновидений. Но когда засыпаем и чувствуем, что это навеки, когда мы отказываемся от всякой надежды на бессмертие во имя надежды на полный отдых, когда от терзающей нас судьбы мы требуем покоя, только покоя, тогда душа наша слабеет вместе с телом, и мы просим у Бога и у человека только одного — дать нам уснуть. В таком вот состоянии я повалился на пол. В эту минуту я, кажется, готов был продать все мои надежды на освобождение за двенадцать часов глубокого сна, так как Исаф продал свое право первородства за скудную пищу, которая была для него в этот миг самым насущным. Однако сон этот длился недолго. Спутник мой тоже спал. Спал. Великой Боже, что это был за сон? Он спал так, что, будучи рядом, нельзя было сомкнуть глаз и оградить себя от шума. Он говорил непрерывно и так громко, как будто находился при исполнении каких-то обязанностей. Мне привелось узнать его тайны. Он выбалтывал их во сне. Я знал, что он убил отца, но я не знал, что образ убитого не дает ему покоя и является ему в его кошмарах. Началось с того, что я услыхал сквозь сон страшные звуки, напоминавшие те, что преследовали меня по ночам в кельи. Я слышал их, они мешали мне спать, но я все же еще окончательно не пробудился. Потом они сделались громче, разразились с удвоенной силой. Я проснулся от того самого ужаса, который охватывал меня всегда, когда я давал волю воображению. Мне почудилось, что настоятели вся братья преследуют нас с зажженными факелами в руках. Я почувствовал, что пламя касается моих глаз. Пощадите мои глаза. Не слепите меня, не сводите меня с ума, закричал я. Глухой голос над моим ухом пробормотал. Я поднял голову. Уже окончательно проснувшись, это был всего-навсего голос моего спутника, который спал рядом. Я вскочил на ноги и посмотрел на него. Он потягивался и ворочался на своем каменном ложе точно на пуховой постели. Можно было подумать, что тело у него из алмаза, ни острые выступы стены, ни вмятины и шероховатости твердого пола ничто для него не значили. Он мог спать, но его все время преследовали одни и те же сны. Мне много приходилось слышать и читать о том, какие ужасы переживают преступники перед смертью. В монастыре ходило немало подобных рассказов. Один из монахов, например, который прежде был священником, особенно любил рассказывать о том, как умирал один из его прихожан и свидетелем каких ужасов ему довелось стать. Он рассказывал, как уговаривал умирающего довериться ему и покаяться перед смертью в грехах, а тот преспокойно сидел в кровати. — Хорошо, я согласен, — ответил он, — только пусть они сначала уйдут. Монах, решив, что слова эти относятся к родным и друзьям, находившимся в комнате, попросил их всех выйти. После того, как они ушли, он снова возобновил свои уговоры. В комнате никого, кроме них, не было. Монах настаивал на том, чтобы умирающий открыл ему свою тайну. Последовал тот же ответ. Хорошо, только пусть те сначала уйдут. — Те? — Да, те, кого вы не видите и никак не можете выгнать вон. Велите ему идти, и я скажу вам всю правду. — Так скажите ее сейчас. Здесь нет никого, кроме нас двоих. — Нет, есть, — ответил умирающий. — Но я никого не вижу, — сказал монах, оглядываясь по сторонам. — Но зато я их вижу, — упорствовал несчастный. — И они видят меня. Они ждут той минуты, когда душа будет расставаться с телом. Я вижу их, я их ощущаю. — Встаньте по правую руку от меня. Монах встал по другую сторону кресла. — Нет, теперь они слева. Он вернулся на старое место. — Теперь они опять справа. Монах позвал детей родных этого несчастного и велел им встать вокруг кровати. Они окружили его ложа. — Ну вот, теперь они повсюду, — вскричал страдалец и спустил дух. Этот страшный рассказ припомнился мне во всех подробностях, а вместе с ним и многие другие. Я немало был наслышан об ужасе, который испытывает грешник на смертном адре. Однако, несмотря на то, что мне много о нем говорили, думаю, что он все же менее страшен, чем сны, которые снятся человеку с нечистой совестью. Я уже сказал, что вначале это было какое-то непонятное бормотание. Однако вскоре я стал различать слова, напоминавшие мне обо всем том, о чем мне хотелось бы позабыть, во всяком случае, на то время, пока мы были вместе. — Старик! — услышал я. — Ну и хорошо, меньше будет крови, седые волосы, не беда. Это он посидел от моих злодеяний. Ему уже давно надо было бы вырвать их с корнями. — Так, говоришь, совсем побелели? — Ничего. Ночью сегодня они окрасятся кровью. Тогда-то уж они белыми не будут. Да-да, они подымутся дыбом в день страшного суда и будут развиваться по ветру, как знамя, свидетельствуя против меня. Он возглавит полчища, что будут посильнее, чем обыкновенные мученики, полчища тех, кого убили их собственные дети. Не все ли равно, разобьют ли они отцу сердце или перережут ему горло? Насчет первого-то я уж постарался как мог, а второе будет для него не так мучительно, я-то уж это знаю. И он громко расхохотался, весь перекосился и стал извиваться на своем каменном ложе. Дрожа от охватившего меня неимоверного ужаса, я пытался его разбудить. Я тряс его мускулистые руки, перевернула его сначала на спину, потом снова на живот, но разбудить его мне не удалось. У меня было такое чувство, как будто я только укачиваю его в его каменной колыбели. «Кошелек, скорее», — продолжал он, — «я знаю, где он лежит, в кабинете, в ящике, только сначала кончай с ним, что не можешь, трусишь, боишься его седин, его безмятежного сна. Выходит, ты не только негодяй, но вдобавок еще и дурак, ну, раз так, то я все беру на себя, долго мне с ним возиться не придется, может, и он будет проклят, а мне так этого не миновать». «Тссс! Как скрипят ступени лестницы! Они-то не скажут ему, что это крадется к нему его собственный сын!» «Нет, не посмеют! Каждый камень стены обличит их во лжи!» «Почему не смазали дверные петли? Надо, надо!» «Он крепко спит! О, сколько спокойствия в его лице! Это хорошо! Чем он спокойнее, тем легче ему будет попасть на небо!» «Ну-ну! Колено мое сдавило ему грудь! Где ж нож? Где нож? Стоит ему только взглянуть на меня, и я пропал! Нож! Я трус! Как только он откроет глаза, я погиб нож! Проклятое воронье! Как вы смели удрать, когда я схватил за горло отца? Вот оно, вот, вот! В крови по самую рукоять! В крови старика! «Ищите же деньги, пока я вытираю лезвие! Нет, ничего не выходит! Седые волосы смешались с кровью! Эти волосы касались моих губ, когда он целовал меня в последний раз! Я был тогда мальчишкой! Ни за что на свете не согласился бы я тогда убить его! Ну, а теперь... Кто я теперь? Ха-ха! Пусть же Иуда похваляется теперь сколько хочет своими серебряниками! Он предал спасителя, а я убил отца! Серебро за серебро и душу за душу! Только я-то повыгоднее продал свою! Дурак он был, отдал за тридцать! Так кому же из нас придется жарче на вечном огне? Впрочем, это неважно! Все равно я попробую... Он повторял много раз все эти ужасные слова. Я звал его, кричал, чтобы его разбудить. Наконец он проснулся, и раздавшийся вдруг смех его был таким же диким, как все, что он бормотал во сне. Так что же вы такое услыхали? Что я убил его? Так вы же давно это знали. Вы доверились мне в этой проклятой истории, которая может обоим нам стоить жизни. А тут вы, оказывается, не можете вынести, как я разговариваю сам с собой. Хоть говорил я только то, что вы уже знали раньше. Нет, вынести этого я не могу, — ответил я вне себя от ужаса. Нет, даже если бы это было нужно для того, чтобы удался наш побег, я все равно не в силах вынести еще одного такого часа. Пробыть здесь целый день в голоде, в сырости и во мраке, и еще выслушивать бред такого. Не глядите на меня с издевательской насмешкой. Я все это знаю. Один вид ваш приводит меня в содрогание. Только железная необходимость могла заставить меня связать судьбу мою с вашей. Будь то даже на мгновение, я прикован к вам. Я должен терпеть вас, пока все не кончится. Но не делайте эти минуты нестерпимыми для меня. Жизнь моя и свобода в ваших руках. Должен добавить, что и разум мой тоже, при тех обстоятельствах, в которых мы с вами находимся, мне не под силу вынести весь этот страшный бред. Если мне придется слушать его еще раз, то вы, может быть, и вытащите меня из этих стен живым. Но я сойду с ума. От всех кошмаров, которые мозг мой не в силах вместить, заклинаю вас, не спите больше. Пусть лучше я просижу возле вас весь этот несчастный день. День, мера которому не свет и радость, а мрак и мука. Я готов дрожать от холода, терпеть голод, лежать на этих жестких камнях, но я не могу выносить ваших слов. Если вы опять уснете, мне придется будить вас, чтобы самому не сойти с ума. Тело мое становится все слабее, и поэтому я особенно озабочен тем, чтобы не повредиться умом. Не смотрите на меня с таким презрением. Я уступаю вам в силе, но отчаяние делает нас равными. Когда я говорил это, голос мой отдавался у меня в ушах раскатами грома. Глаза мои сверкали, и я это ощущал. Я понял, каким сильным делает человека страсть. Я увидел, что ощущение это передалось и моему спутнику. — Если только вы посмеете уснуть, продолжал я тоном, который удивил меня самого, я сейчас же вас разбужу. Я не дам вам ни минуты покоя. Мы будем бодрствовать оба. Весь этот длинный день мы должны и голодать, и дрожать вместе. Я к этому себя приготовил. Я могу вынести все на свете, но только не разговор во сне человека, которому снится убитый им отец. Броните, проклинайте, богохульствуйте, но только наяву. А спать вы у меня не будете? Некоторое время он в удивлении смотрел на меня. Казалось, не веря, что я способен быть таким настойчивым и властным. Но потом, когда тараща глаза и позевывая, он убедился, что это действительно так, выражение лица его внезапно изменилось. Он словно впервые почувствовал во мне нечто родное. Всякое проявление ярости было должно быть сродни его сердцу и приносило ему успокоение. И вот в выражениях, от которых у меня холодела кровь, он поклялся, что после того, как он увидел во мне решимость, я стал нравиться ему больше. «Я не буду спать», — добавил он, зевнув при этом так, что челюсти его рожались точно у людоеда, который готовился справить свой пир. Но только как же это мы продержимся без сна? Есть и пить нам нечего. «Чем же мы тогда займемся?» И он неторопливо разразился новым потоком ругательств. Потом он вдруг принялся петь. Но что это были за песни? Так как я воспитывался сначала дома, без товарищей и сверстников, а потом в монастыре, в большой строгости, и никогда в жизни не слышал подобной распущенности и непотребства, то я стал уже думать, не сидит ли со мною рядом сам дьявол. Я умолял его перестать, но этот человек с такой легкостью переходил от самой омерзительной жестокости к самому безрассудному легкомыслию, от душераздирающего, исполненного невыразимого ужаса бреда к песням, которые звучали бы оскорбительно даже в доме терпимости, что я просто не знал, как мне поступить. Такого соединения противоположных качеств, такого противоестественного сочетания греховности и беспечности я не только никогда раньше не встречал, но даже и не мог себе представить. Начав с бреда об убитом отце, он теперь пел песни, от которых покраснела бы и потаскуха. Да чего же, должно быть, я был еще не искушен в жизни, если не знал, что порог и бесчувственность часто поселяются в одном и том же доме и обоюдными усилиями его разрушают, и что самый крепкий и нерушимый союз изо всех, что существует на свете, это союз между рукой, которая не остановится ни перед чем, и сердцем, которое ко всему равнодушно. Дойдя до середины одной из самых своих непристойных песен, спутник мой вдруг умолк. Какое-то время он оглядывал стены вокруг, и сколь ни был слабым и тусклым, проникавший в подземелье свет, все же я увидел, как лицо его омрачилось и приняло какое-то необычное выражение, но сказать ему об этом я не решился. — А вы знаете, где мы находимся? — прошептал он. — Отлично знаю, в монастырском склепе, где никто не может ни найти нас, ни нам помочь, без света, без пищи, да, пожалуй, и без надежды. — Ну да, последние жильцы этого склепа могли бы то же самое сказать о себе. — Последние жильцы? Кто же это был? — Могу рассказать вам, если вы только способны вынести. — Не могу я этого вынести! — вскричал я, затыкая себе уши. — Не хочу я этого слышать! Я уже по вашему виду чувствую, что это будет нечто ужасное! — Это действительно была ужасная ночь, — сказал он, как бы невзначай вспоминая какие-то обстоятельства того, что произошло. Тут он стал что-то бормотать себе под нос и больше ничего не сказал. Я отодвинулся от него, насколько мне это позволяло помещение. Уткнув голову в колени, я пытался вообще ни о чем не думать. До какого же душевного состояния должен дойти человек, если он начинает хотеть, чтобы у него не было души? Если он готов уподобиться животным, которые погибают, и позабыть о преимуществах, дарованных человеку, которые, как видно, сводят только к неотъемлемому праву на самое тяжкое страдание. Спать не было никакой возможности. Хотя сон, на первый взгляд, только потребность человеческого тела, но всегда требует некоего участия души. Если мне перед этим и хотелось спать, то муки голода, которые сменились теперь нестерпимой тошнотой, не дали бы мне возможности уснуть. Трудно этому поверить, сэр. Но, тем не менее, это так. Среди всего сплетения физических и душевных страданий самым тягостным для меня была праздность, невозможность ничем себя занять, неизбежная в том печальном положении, в котором я находился. А в речь разумное существо, которое ощущает себе способности и силу и горит желанием их применить на полное бездействие, запретить ему делиться мыслями своими с другими или что-то узнавать самому, это значит придумать пытку, которая жестокостью своей смутила бы даже Фолорида. Все остальные страдания я с великим трудом, но переносил, это же было для меня нестерпимым. И поверите ли, сэр, что после того, как я боролся с ним целый час, а я считал часы, я встал и принялся умолять моего спутника рассказать ту историю, на которую он намекал и которая была связана со страшным местом, где мы находились. Этот жестокосердный человек неожиданно смягчился и унял моей просьбе, и хоть по всей видимости его крепкой натуре оказалось труднее, нежели мне, человеку более слабого сложения, перенести всю ночную борьбу и все дневные лишения, он стал припоминать подробности этой истории с каким-то мрачным рвением. Теперь-то он был в своей стихии. Он получил возможность напугать натуру слабую и смутить человека, неискушенного картинами преступлений. Этого ему было достаточно для начала. «Мне вспоминается необыкновенная история, связанная с этим склепом», сказал он. «Сначала я даже удивился, отчего такими знакомыми мне показались это, двери, эти своды. Я не сразу вспомнил. Столько всего странного приходит в голову каждый день, что события, которые другому запомнились бы, вероятно, на всю жизнь, проплывают передо мной, как тени, а мысли обретают плоть. «Событиями для меня становятся чувства. Вы ведь знаете, почему я попал в этот проклятый монастырь. Но нечего дрожать и бледнеть, и без того вы достаточно бледны. Как бы то ни было, я очутился в монастыре и должен был подчиниться его дисциплине, а она предусматривала для чрезвычайных преступников так называемое чрезвычайное покаяние. Это означало, что они должны не только безропотно переносить все унижения монастырской жизни и подчиняться всем ее строгостям, а, к счастью, для кающихся. В подобного рода развлечениях не бывает недостатка, но и нечто другое. Всякий раз, когда виновного подвергали какому-нибудь необычному наказанию, людям этим вменялось в обязанность быть его исполнителями или во всяком случае при нем присутствовать. Настоятель оказал мне честь, решив, что я, как никто другой, подхожу для подобного рода увеселений, и, может, статся, он был прав. Я был наделен тем смирением, какое отличает праведников, проходящих через испытания. Мало того, я был убежден, что у меня есть все способности к делу, которые мне собирались поручить, и что они непременно проявятся, если их должным образом применить. Монахи же заверили меня, что подходящий случай в монастыре представится скоро, очень уж все это было соблазнительно. И подумайте только, в словах этих достойных людей не было ни малейшего преувеличения. Случай представился через несколько дней, после того, как мне выпало на долю счастья сделаться членом их милой общины, которую, увы, разумеется, успели уже оценить по заслугам. Меня попросили завести дружбу с одним молодым монахом, который происходил из знатной семьи. Совсем недавно принял обед и исполнял все свои обязанности с той неукоснительной точностью, которая наводила окружающих на подозрение, что сердце его где-то далеко. Я вскоре же понял, чего от меня хотят. Приказав мне завязать с ним дружбу, меня обрекали тем самым на смертельную ненависть к нему. Дружеские отношения в монастырях всегда чреваты предательством. Мы следим друг за другом, подозреваем, изводим один другого, и все это делается во имя любви к Богу. Единственным преступлением, в котором подозревали юного монаха, было то, что в сердце его таится земная страсть. Как я уже сказал, он был сыном знатных родителей, которые из страха, что он вступит в позорище их брак, иначе говоря, женится на женщине низкого звания, которое он любил, и которое могло бы сделать его счастливым, в том смысле, в котором дураки, а они составляют добрую половину всего человечества, понимают счастье. Принудили его стать монахом. Временами у него бывал совершенно убитый вид. Временами же в глазах его вдруг загорался проблеск надежды, и монастырская община усматривала в этом зловещее предзнаменование. Что же в этом удивительного? Надежда — это чужеродный цветок в монастырском саду, она неизбежно пробуждает подозрения, ибо неизвестно, откуда она берется и для чего растет. Спустя некоторое время в монастыре появился новый, совсем еще юный послушник. С этого дня в нашем монахе произошла разительная перемена. Он и послушник сделали неразлучны, и в этом было что-то подозрительное. Я сразу же стал к ним приглядываться. Глаз наш становится особенно зорким, когда видит чужое несчастье, и когда есть надежда это несчастье усугубить. Привязанность молодого монаха к послушнику все возрастало, в саду их всегда можно было встретить вместе, они вместе вдыхали аромат цветов, вместе поливали один и тот же кустик гвоздики, гуляли всегда обнявшись, а когда пели в хоре, то голоса их сливались воедино, подобно клубам дымящегося ладана. В монастырской жизни нередко случается, что дружба переходит границы обычного, но эта дружба слишком уж походила на любовь. Например, в псалмах, которые поет хор, иногда речь заходит о любви. Так вот, слова эти молодой монах и послушник всякий раз обращали друг к другу, и звучали они всегда так нежно, что нетрудно было угадать, какое чувство владеет обоими. Если на одного из них накладывалось какое-нибудь пусть даже пустяшное взыскание, то другой тотчас же старался исполнить этот урок вместо него. Если же наступал какой-нибудь праздник, и кому-нибудь из них приносили в келью подарки, то они неизменно оказывались потом в келье его друга. Это кое-что значило. Я догадался, что за этим скрывается тайна, которая им обоим приносит счастье и обрекает на тягостные страдания тех, кто от нее навек отчужден. Я стал присматриваться к ним все пристальнее и был вознагражден за свои усилия. Я раскрыл их тайну, и теперь мне предстояло сообщить о ней и этим упрочить свое положение в обители. Вы даже не представляете себе, как много может значить раскрыть чью-то тайну в монастыре, в особенности же, когда отпущение наших собственных грехов поставлено в зависимость от того, сколько грехов мы обнаружили в других. Однажды вечером, когда молодой монах и послушник, предмет его обожания, находились в саду, первый сорвал с дерева персик и тут же передал своему другу. Тот взял, но движение его показались мне странными, в них было что-то женственное. молодой монах стал разрезать персик ножом, при этом нож соскользнул и слегка поцарапал его любимцу палец. Надо было видеть, в какое волнение пришел монах, он тут же оторвал кусок своей рясы и перевязал им рану. Все это произошло у меня на глазах, и я сразу сделал из этого свои выводы. В тот же вечер я отправился к настоятелю. Вы легко можете себе представить, что за этим последовало. За молодыми людьми принялись следить. Вначале с большой осторожностью. Оба они были очень предусмотрительны. Во всяком случае, как непристально я за ними следил, первое время я ничего не мог обнаружить. Самое мучительное это когда подозрительность наша полагается на собственные догадки, как на евангельскую истину, но ей при этом никак не удается заполучить какую-нибудь улику, пусть даже самую ничтожную, чтобы поверили и другие. Однажды ночью, когда я по указанию настоятеля встал на свой пост в коридоре, где я охотно выстаивал час за часом и так каждую ночь, совсем один в холоде и во мраке, рассчитывая, что мне представится случай сделать и других такими же несчастными, каким был я сам. Однажды ночью мне показалось, что я услышал в коридоре чьи-то шаги. Я уже сказал, что было темно, и я мог только услышать их легкий шелест. Кто-то пробежал мимо, до меня донеслось чье-то прерывистое трепетное дыхание. спустя несколько мгновений я услыхал, как открылась одна из дверей, и я знал, что то было дверь в келью молодого монаха. Я знал это, потому что мои долгие ночные бдения в полном мраке приучили меня отличать одну келью от другой, ибо из одной обычно доносились стоны, из другой молитвы, из третьей едва слышные вскрикивания во сне. Слух мой был до того напряжен, что я мог сразу же с уверенностью сказать, что открылась именно та дверь, из-за которой за все это время к моему огорчению не донеслось ни единого звука. У меня была с собой маленькая цепочка, и я прикрепил ее к ручке этой двери и к ручке соседней, так что теперь уже нельзя было открыть изнутри ни ту, ни другую. Сам же я побежал к настоятелю. До чего я гордился своим открытием, может представить себе только тот, кому случалось раскрывать монастырские тайны. Думаю, что и настоятель был тогда охвачен тем же сладостным волнением, что и я, ибо он не спал, а сидел у себя в келье вместе с теми четырьмя монахами, которых вы помните. При воспоминании о них я содрогнулся. я сообщил им то, что узнал. Причем рвение мое сделало меня столь многоречивым, что я не только пренебрег почтительным тоном, которым мне следовало обратиться к этим лицам, но вообще бормотал нечто невнятное, однако они оказались настолько снисходительны ко мне, что не только простили мне это нарушение правил, за которое при других обстоятельствах я был бы строго наказан, но даже всякий раз, когда я запинался и прерывал свой рассказ, не давали мне этого почувствовать и проявляли поистине необыкновенную выдержку и терпение. Я понял, что значит приобрести вес в глазах настоятеля и сполна насладился порочной радостью знающего себе цену соглядатая. Не теряя ни минуты, мы отправились в коридор, подошли к двери кельи, и я с торжеством показал им, что цепочка по-прежнему на месте и едва заметно колеблется, это означало, что несчастные пленники уже знают о нависшей над ними беде. Я снял цепочку. Как они должно быть затрепетали в этот миг? Настоятели его подручные вошли в келью, а я им светил. Вы дрожите. Почему? Я был приступен, и мне хотелось раскрыть чужое преступление, дабы смягчить этим свою вину, пусть даже только в глазах монастырской общины. Я ведь попрал всего-навсего сыновнее чувства, они же поступились правилами приличия, и, разумеется, в глазах настоятеля и всей монастырской братьи их вина оказывалась неизмеримо большей, нежели моя. К тому же я жаждал увидеть воочию несчастье, равное моему, а, быть может, еще и больше. А любопытство это удовлетворить не так-то легко. Можно и на самом деле превратиться в любителя чужих страданий. Мне довело слышать о людях, которые пускались в путешествия по странам, где каждый день можно было видеть ужасные казни. И все это только ради того, чтобы испытать то сильное ощущение, которое неизменно доставляет человеку вид чужих страданий, начиная с трагедии, которую разыгрывают в театре, или зрелища Аута-Дафа, и кончая корчами самого ничтожного червяка, которому вы можете причинить страдания и чувствовать, что продлить его муки в вашей власти. Это совсем особое чувство, от которого нам никогда не удается освободиться. Упоение торжеством над теми, кого страдания поставили ниже нас, да и неудивительно, страдания всегда признак слабости, а мы гордимся тем, что сами мы неуязвимы. гордился этим и я, когда мы ворвались в келью. Несчастные муж и жена сжимали друг друга в объятиях. Можете себе представить, что за этим последовало. Тут при всей моей неприязни к настоятелю приходится все же отдать ему должное. Для этого человека, разумеется, в силу воспитанных монастырской жизнью чувств и привычек, отношения полов были чем-то столь же непозволительным, как и отношения существ, принадлежащих к различным видам. Картина, представшая его глазам, привела его в такое негодование, как будто он сделался свидетелем чудовищной страсти Павиана Готтантотке где-нибудь на мысе Доброй Надежды или еще более отвратительной страсти южноамериканской змеи к человеку, когда ей удается схватить его и обвиться вокруг своей жертвы. И вид двух человеческих существ, вопреки всем монастырским запретам, дерзнувших любить друг друга, привел его в не меньший ужас, чем если бы он сделался свидетелем такой вот противоестественной связи. Если он увидел свившихся в клубок гадюк, союз которых порождает не любовь, а смертельная ненависть, он и то, вероятно, не выказал бы такого страха, и я верю, что чувство это было у него искренним. Сколь ни был он лицемерно строг ко всем в том, что касалось соблюдения монастырского устава, на этот раз с его стороны не было ни малейшего лицемерия. Любовь всю жизнь казалась ему греховной, причем даже тогда, когда она освящена таинством и носит название брака, как то заведено церковью. Но любовь в монастыре, о, нельзя даже вообразить, сколь велика была его ярость. И еще менее возможно представить себе какого величия и какой небывалой силы может достичь подобная ярость, когда ее укрепляют твердые принципы и освящает религия. как я наслаждался всем, что случилось. Я видел людей, торжеству которых я еще совсем недавно мог позавидовать, неизведенными до того же положения, в котором был я. Видел, что тайна их любви раскрыта, и раскрытие ее сделало из меня героя, который теперь восторжествовал над всеми. Я подкрадывался к их убежищу. Я был несчастным изгоем, униженным и отверженным всеми. А в чем же состояло мое преступление? Ага, вы дрожите. Ничего, с этим уже покончено. Могу только сказать, что меня на это толкнула нужда. А ведь это были два существа, перед которыми всего несколько месяцев назад я готов был встать на колени, как перед образами святых, к кому в минуты жгучего раскаяния я готов был прильнуть, как к рогам жертвенника, а теперь они принижены, как и я, и даже еще того больше. Дети утра, как я называл их, терзаемые муками унижения, как низко они пали. Я радовался, видя позор этих двух отступников, послушника и монаха. Я радовался всеми глубинами моего растленного сердца, негодованию настоятеля. Я чувствовал, что все они такие же люди, как и я. Я то думал, что это ангелы, а оказалось, что это обыкновенные смертные. Оказалось, что следя за каждым их движением, потакая их чувствам и действуя в их интересах или напротив, служа моим собственным, уверив их, что я от всего ради них отрешился, я мог причинить другим не меньше горя, о себе придумать не меньше дела, чем если бы я жил в миру, перерезать горло отцу. Это был, разумеется, благородный поступок. Прошу прощения, я вовсе не хотел, чтобы вы опять застонали, но тут надо было резать по-живому человеческие сердца. добираться до самой сердцевины их, ковырять их день ото дня и с утра до вечера, и я никогда не сидел без дела. Тут он отер солбопот, перевел дыхание, а потом сказал, мне не очень-то хочется вдаваться во все подробности плана, которым тешили себя эти несчастные, рассчитывая бежать из монастыря. Достаточно сказать, что я был главным его исполнителем, что настоятель потворствовал этому, что я провел их по тем самым переходам, по которым мы с вами сегодня шли, что они дрожали от страха и благословляли меня на каждом шагу, что довольно негодяй, вскричал я. Ты шаг за шагом прослеживаешь сегодня мой путь. Так что же, вскричал он и разразился своим неистовым смехом, вы думаете, что я также предам и вас? Ну, а если бы я на самом такое, какой толк во всех ваших подозрениях? Вы же все равно в моей власти. Голос мой может мигом созвать сюда половину всей монастырской братьи, и вас сию же минуту схватят. Руки мои могут прижать вас к этой стене, а там эти злые псы по первому моему свистку вонзят вам в тело свои клыки, и вряд ли они покажутся вам тупее, чем они есть, от того, что их так долго выдерживали в святой воде. Он заключил эти слова новым взрывом смеха, как будто исторгнутого из груди самого дьявола. «Я знаю, я в вашей власти», ответил я, «и если бы я доверился вашему сердцу, то мне лучше было бы сразу разбить голову об эти каменные стены, они должны быть все же не так жестки, как оно, но я знаю, что вы сами в какой-то степени заинтересованы в моем побеге, и я доверяюсь вам просто потому, что другого мне ничего не остается. Пусть даже кровь во мне, остывшая уже от голода и непомерного изнеможения, замерзает капля за каплей, пока я слушаю вас, все равно я должен вас слушать и должен доверить вам и жизнь свою и освобождение. Я говорю с вами с той же мерзкой откровенностью, которой наше положение меня научило. Я ненавижу вас, я вас боюсь. Если бы нам случилось встретиться с вами где-нибудь в мирской жизни, отвращение мое и ненависть к вам заставили бы меня убежать от вас куда-нибудь подальше, а здесь вот обоюдное горе привело к тому, что из самых противоположных субстанций создалась эта противоестественная смесь. На этой алхимии придет конец, как только я убегу из монастыря и от вас. И однако в эти вот злополучные часы, жизнь моя в такой же мере зависит от ваших действий и от вашего присутствия, в какой моя способность вынести то и другое зависит от продолжения вашего отвратительного рассказа. Итак, продолжайте. Давайте будем пробиваться вперед до конца этого ужасного дня. Дня. О каком дне можно говорить здесь, где свет и мрак так крепко держатся за руки и разъединить их нельзя? Будем же пробиваться сквозь все в злобе и ненавидя друг друга. А когда это кончится, разойдемся с проклятиями на устах. Произнося эти слова, сэр, я ощущал весь ужас той беззастенчивости во вражде, на которую самые худшие обстоятельства вынуждают самых худших людей. Я думаю о том, может ли быть положение более ужасное, чем то, когда мы бываем связаны один с другим не любовью, а ненавистью, когда дорогой мы на каждом шагу представляем кинжал к груди нашего спутника и говорим «Если ты хоть на миг замешкаешь, я вонжу его тебе в сердце, я ненавижу тебя, я тебя боюсь, но мне приходится выносить твое присутствие». меня удивляло, хоть это, вероятно, не удивило бы тех, кто изучает человеческую натуру, что по мере того, как я становился все более злобным, что, вообще-то говоря, никак не могло соответствовать тому положению, в котором я находился, и вызвано было, скорее всего, доводившими меня до безумия отчаянием и голодом, мой спутник начинал относиться ко мне все более уважительно. Он долгое время молчал, а потом спросил, может ли он продолжать свой рассказ. Я не мог произнести ни слова в ответ. Малейшего напряжения было достаточно, чтобы у меня опять начинало кружиться голова от неодолимого голода, и лишь едва заметным движением руки я сделал ему знак продолжать. Их привели сюда, продолжал он. Это была моя мысль, и настоятель ее одобрил. Самого его при этом не было, но ему достаточно было кивнуть головой в знак согласия. Это я должен был осуществить их воображаемый побег. Они поверили, что совершают его сведомо настоятеля. Я провел их по тем самым переходам, по которым мы с вами шли. У меня был собой план этого подземелья, но когда я стал пробираться по нему, кровь в моих жилах похолодела, и мне уже больше не удалось ее разогреть. Я ведь знал, какая участь ждет тех, кого я веду за собою. Сославшись на то, что мне надо снять нагар со светильника, я повернул его в их сторону, и мне удалось взглянуть на эти доверчивые существа. Они обнимали друг друга, в глазах у них сияла радость. Они перешептывались между собою, и в словах их была надежда на освобождение и счастье. Они молились друг за друга, а в промежутках молились и за меня. При виде их остатки раскаяния, которое еще теплилось во мне, окончательно погасли. Они посмели быть счастливыми на глазах у того, кто обречен оставаться несчастным до скончания века, можно ли было нанести человеку более горькую обиду. Я решил сразу же за нее отплатить. Стены эти были уже близко. Я знал это, и рука моя больше не дрожала над планом, на который был нанесен весь путь наших подземных странствий. Я велел им побыть в этом помещении, дверь тогда была еще цела, сказав, что тем временем осмотрю, каким путем нам лучше всего будет следовать дальше. Они зашли туда и стали благодарить меня за то, что я был так предусмотрителен, а они не знали, что больше уже не выйдут отсюда живыми, но что могли значить их жизни в сравнении с той мукой, которую я испытывал, видя, как они счастливы, когда они были уже внутри и обняли друг друга, а увидев это, я заскрежетал зубами, я закрыл и запер за ними дверь. Мой поступок нисколько их не обеспокоил, они сочли, что это не более, чем мера предосторожности со стороны друга. Убедившись, что дверь на замке, я побежал к настоятелю, который все еще был разъярен оскорблением, нанесенным святой обители и в еще большей степени его благородным чувством, которыми почтенный священнослужитель очень кичился, хоть в действительности ни в малейшей степени ими не обладал. Он спустился вместе со мной в подземелье. Монахи последовали за нами, глаза их горели гневом, они были в такой ярости, что едва могли отыскать дверь, мне пришлось несколько раз их к ней подводить. Настоятель собственными руками заколотил в дверь несколько гвоздей, которые ему услужливо подали монахи, прибив ее к косяку, так, чтобы ее уже больше никогда нельзя было открыть. Вне всякого сомнения, он был убежден, что с каждым ударом молотка ангел-обвинитель вычеркивал из списка какой-нибудь из его грехов. Вскоре дверь была заколочена наглухо. Услыхав шаги в коридоре и удар в дверь, несчастные жертвы испустили крик ужаса. Они решили, что их выследили и что теперь разгневанные монахи хотят выломать дверь, но едва только они обнаружили, что дверь заколотили и услыхали, как потом удалялись и стихали наши шаги, как опасения эти уступили место другим, более страшным. Еще раз я услышал их крик, о сколько в нем теперь было отчаяния, они уже знали, на какую участь их обрекли. Это было моим послушанием, нет, моим наслаждением присматривать за этой дверью, якобы для того, чтобы исключить для них всякую возможность побега. Они то знали, что такой возможности нет, но в действительности дело было не только в том, что на меня возлагалась постыдная обязанность быть монастырским тюремщиком, я должен был еще приложить все силы, чтобы сердце во мне очерствело, нервы притупились, чтобы глаза привыкли на все смотреть равнодушно, а уши столь же равнодушно все слышать, для новой моей должности все это было необходимо, но они могли бы избавить себя от лишних трудов. Все эти качества были у меня еще задолго до того, как я попал в монастырь, если бы даже меня сделали его настоятелем, я бы все равно нашел время присматривать за этой дверью. Вы скажете, что это жестокость, а по-моему это любопытство, то самое любопытство, которое делает тысячи людей зрителями трагедии и заставляет самых нежных женщин наслаждаться иступленными стонными предсмертными корчами. У меня было одно преимущество перед ними, и стоны и муки, которыми я наслаждался, были настоящими. Я стал на свой пост у двери, у той двери, на которой, как на вратах данного ада, можно было бы написать «Оставь надежду навсегда». Я стоял там, потешаясь над своим послушанием и испытывая истинное наслаждение от того, что эти несчастные претерпевали у меня на глазах до слуха моего. Доносилось каждое их слово. Первые часы они еще старались как-то друг друга утешать. Они ободряли друг друга надеждой на освобождение, и когда моя тень, пересекая порог, загораживала свет, а потом снова открывала ему доступ, они говорили «Это он». Когда же это движение возобновлялось, и они видели, что оно ни к чему не приводит, они сокрушенно шептали «Нет, это не он», и каждый старался подавить в себя рыдание, чтобы другой ничего не заметил. Вечером пришел монах, который должен был меня сменить и принес мне еду, «Я бы ни за что на свете не согласился уйти оттуда сам. Мне, однако, удалось договориться с этим монахом. Я сказал ему, что хочу продлить свое послушание, и решил остаться там на всю ночь с разрешения настоятеля. Он обрадовался, что так легко ему отыскалась замена, а я был рад принесенной им еде, ибо успел уже проголодаться, что же касается души моей, то для нее я готовил другую, более сладостную поживу. Поедая принесенную мне пищу, я упивался с не давшим их голодом, о котором они, однако, ни словом не обмолвились в своем разговоре. Они о чем-то спорили, о чем-то размышляли, и так как человек в беде становится изобретательным, и старается поддержать в себе дух, под конец стали уверять друг друга, что не может быть, чтобы настоятель запер их там и обрек на голодную смерть. При этих словах я не мог удержаться от смеха, а они услыхали этот смех и тут же умолкли. Всю ночь, однако, до меня доносились их тяжелые вздохи, то были вздохи, вызванные физическим страданием, перед которыми все вздохи самых страстных влюбленных просто ничто. Они продолжались всю ночь. Мне доводилось когда-то читать французские романы со всей их невообразимой чепухой. Сама госпожа Савинье признается, что ей было бы скучно долгое время путешествовать вдвоем с дочерью, но возьмите двух любовников и посадите их в тюрьму, где у них не будет ни еды, ни света, ни надежды. И да буду я проклят, что, впрочем, уже совершилось, если они не противуют друг другу в первые же двенадцать часов. На следующий день холод и мрак, возымели свое действие. Да иначе и быть не могло. Узники принялись кричать, моля, чтобы их освободили, и стучали в тюремную дверь громко и долго. Они восклицали, что готовы подвергнуться любому наказанию. Накануне еще они больше всего боялись, что придут монахи. Теперь они на коленях призывали их к себе. Какой насмешкой над человеком оборачиваются самые страшные превратности его жизни. Они молили теперь о том, чего всего сутки назад хотели избежать любой ценой. Потом голод стал мучить их все сильнее. они отошли от двери и стали ползать по полу поодаль друг от друга. Поодаль! Как я подстерегал этот миг! Немного понадобилось времени, чтобы их разделила вражда. О, какое это было для меня наслаждение! Они не могли скрыть друг от друга всей мерзости, одолевавшего их обоих страдания. Одно дело, когда любовники восседают на роскошном пиршестве, и другое, когда они валяются во мраке, обуреваемые голодом, чувством, таким непохожим на тот аппетит, который приходится возбуждать всяческими приправами. Даже сошедшую с неба Венеру голод может заставить отдаться за кусок хлеба. На вторую ночь они бредили и стонали. Как-то уже случалось. Но в разгаре всех этих мук надо отдать справедливость женщинам, которых я ненавижу так же, как и мужчин. Муж часто обвинял жену в том, что она виновница всех их страданий. Жена же ни разу его ни в чем не упрекнула. Стоны ее, правда, могли стать ему горьким упреком, но за все время она не произнесла ни единого слова, которое могло бы причинить ему боль. Однако в проявлениях их чувств произошла перемена, которая не укрылась от моих глаз. Первый день они льнули друг другу, и в каждом их движении можно было ощутить, что оба они составляют нечто единое. На другой день мужчина боролся за жизнь уже один, женщина только беспомощно стонала. На третью ночь можно ли это все рассказать? Но ведь вы же сами просили, чтобы я продолжал. Они прошли сквозь исполненную ужаса и отвращения пытку, пытку голодом. Она постепенно разрывала все связующие их нити, любви, страсти, добросердечия, обуреваемые муками. Они возненавидели друг друга. Они верно стали бы осыпать друг друга проклятиями, если бы у них хватило на это сил. На четвертую ночь я услышал отчаянный крик женщины. Любовник ее, не помня себя от голода, впел са зубами ей в плечо. Лона, на котором он столько раз вкушал наслаждение, превратилась теперь для него в кусок мяса. Ты еще смеешься. чудовище. Да, я смеюсь над всем человечеством и над тем обманом, на который пускаются люди, когда разглагольствуют о сердце. Я смеюсь над человеческими страстями и человеческими заботами, над добродетелью и пороком, над верой и неверием. Все это порождение мелких предрассудков, ложных положений, в которые попадает порой человек, испытанный хотя бы раз голод, строгий, отрывистый урок, который мы слышим из бледных и сморщенных губ нужды, стоит всей логики несчастных пустозвонов, которые самодовольно болтали об этом, от Зенона до Бургерсдиция. О, за один миг он затыкает рот всей жалкой софистики, этой надуманной жизни с ее обескровленными чувствами. Если бы даже весь мир стал на колени и принялся уверять эту пару, что они способны жить друг без друга, и ангелы спустились бы с неба и говорили о том же, они бы все равно не поверили. Эти двое поставили на карту все, они поправили и человеческие, и божеские законы, чтобы заключить друг друга в объятия, чтобы смотреть друг другу в глаза, достаточно было им проголодать несколько часов, чтобы они увидели, как они заблуждались. Самая обыденная потребность, на которую в другое время они посмотрели бы, как на непрошенного пришельца, задумавшего оторвать их от высоких чувств, с которыми они тянулись друг к другу, не только порвала эту связь навеки, но еще до того, как она порвалась, сделала отношение их источником муки и вражды, какие даже невозможно себе представить, разве что среди людоедов. Самые заклятые враги на земле, и те, должно быть, не могли смотреть друг на друга с большим отвращением, чем эти любовники, несчастные. Как вы обманулись друг в други, вы кичили с тем, что у вас есть сердце, а я кичусь тем, что у меня его нет. Жизнь покажет, кто из нас будет смеяться последним. Рассказ мой подходит к концу. Да и день, я надеюсь, тоже. Когда я находился в этих стенах последний раз, здесь было нечто такое, что меня привлекало. Как жалки сейчас все слова в сравнении с тем, что я видел здесь собственными глазами. На шестой день все стихло. Дверь расколотили, мы вошли, они были мертвы, они лежали далеко друг от друга, и совсем не так, как наложи сладострастия, в которое они столь самозабвенно превратили жесткую монастырскую постель. Она вся съежилась, забив себе в рот длинную прядь волос. На плече у нее была видна небольшая царапина, и ступленный голод остановился на этом. Он вытянулся во весь рост, одна рука у него была зажата губами, словно у него не хватило сил совершить задуманное. Тела их были вынесены для погребения. Когда мы их вытаскивали на свет, длинные волосы раскинулись по лицу женщины, которую монашеская одежда еще так недавно делала похожей на юношу, лицо это показалось мне знакомым. Я вгляделся в него пристальнее. Это была моя родная сестра, моя единственная сестра, значит, это ее голос я слышал там. Это он становился все слабее и слабее. Я слышал... Тут его голос сделался тише и он умолк. В страхе за его жизнь, с которой была связана моя собственная, я, шатаясь, потянулся к нему. Охватив его обеими руками, я немного приподнял его и, вспомнив, что возле люка проходит струя свежего воздуха, попытался подтащить его туда. Мне это удалось и, ощутив эту свежую струю, я к радости моей увидел, что проникавший в щель свет потускнел. Наступил вечер. Теперь уже нельзя было мешкать. Надо было пользоваться каждой минутой. Он пришел в себя. Обморок его, как выяснилось, был вызван не потрясением, а просто слабостью. Что бы там ни было, мне важно было дождаться, когда он придет в себя. Однако, если бы я был приучен наблюдать те удивительные превратности, которые претерпевает человеческая душа, меня бы поразила перемена, которая произошла в моем спутнике, когда он очнулся. Ни словом не обмолвившись ни о том, что он мне только что рассказал, ни о собственных чувствах, он вырвался из моих рук, как только увидел, что уже темно, и стал готовиться к побегу через люк с удвоенным усердием и с такой трезвостью ума, которая в монастыре показалась бы настоящим чудом, но так, как мы находились на целых тридцать футов ниже того уровня, на котором творятся чудеса, то все это приходится приписать сильному нервному возбуждению, да, впрочем, я и не дерзал помышлять о том, что для успеха моего нечестивого предприятия могло быть сотворено чудо, и поэтому охотно примирился с мыслью, что причины этого могли быть иными. С необычайной ловкостью спутник мой взобрался на стену, для чего ему пришлось встать мне на плечи, а потом карабкаться по выступам неровных камней стены, отворил люк, сообщил мне, что все в порядке, а потом помог мне взобраться наверх за ним следом, и я, едва не задохнувшись от радости, вобрал в себя оживительную струю. Была темная ночь, и только когда подул легкий ветерок и ветви деревьев зашевелились, я смог отличить их от недвижных каменных стен. Я уверен, что именно этому мраку я обязан тем, что от пережитого мною потрясения я не рехнулся. Если бы после тьмы подземелья, после голода и холода, испытанных там, внизу, я оказался бы в лучах сияющей луны, свет ее неминуемо свел бы меня с ума. Я бы верно принялся плакать, смеяться, упал бы на колени, превратился бы в выдало поклонника, я бы стал поклоняться сияющему солнцу и луне, что величественно шествуют по небу. Лучшим прибежищем для меня во всех смыслах этого слова была теперь тьма. Мы прошли через сад, не чувствуя под собою ног от волнения, когда мы очутились у ограды, мне снова сделалось дурно, голова закружилась, я зашатался. Что это? В окнах монастыря свет? Шепотом спросил я у своего спутника. Нет, это свет твоих же собственных глаз. Все это действие темноты, голода и страха. Идем, но я слышу, как звонят в колокол. Это только звенит у тебя в ушах. Звонарь твой пустой желудок, а тебе чудится, что звонят в колокол. Время ли сейчас мешкать? Идем. Идем. Не вешайся так всей тяжестью мне на руку, не падай, если только можешь. Боже мой, он без чувств. То были последние слова, которые я услышал. Он, должно быть, успел подхватить меня. Движимый инстинктом, который благодетельнее всего действует в отсутствии мысли и чувства, он подтащил меня своими мускулистыми руками к стене и притиснул мои похолодевшие пальцы к ступенькам веревочной лестницы. От прикосновения этого я сразу пришел в себя, не успел я ощутить руками веревку, как ноги мои стали переступать уже со ступеньки на ступеньку. Спутник мой немедля ни минуты последовал за мной. Мы добрались до самого верха. Меня шатало от слабости и от страха. Я насмерть испугался, что хотя лестница и припасена, Хуана там вдруг не окажется. Спустя несколько мгновений свет фонаря ударил мне прямо в лицо. Я заметил чью-то фигуру внизу. В эту критическую минуту я беспечно соскочил вниз, не задумываясь о том, что меня встретит объятие или брата или кинжал убийцы. «Алонсо, дорогой мой Алонсо», прошептал голос рядом. «Хуан, милый Хуан», мог я только ответить, прижимаясь к грудью к груди самого любящего, самого преданного из братьев. «Сколько тебе пришлось выстрадать, сколько всего выстрадал я», прошептал он, «за эти ужасные сутки я уже почти потерял надежду тебя спасти, торопись, карета шагах в двадцати», пока он говорил. Повернутый фонарь осветил его мужественные благородные черты, которых я когда-то боялся, считая их знаком того, что он всегда и во всем меня превзойдет, но в эту минуту я видел в них улыбку гордого, но благосклонного ко мне божества, которое должно было сделать меня свободным. Я указал на своего спутника, говорить я не мог, от голода внутри у меня все онемело, Хуан поддержал меня, успокоил, ободрил, он сделал все и еще больше того, что один человек мог сделать для другого, а может быть, даже и больше, чем мужчина мог бы сделать для оказавшейся под его покровительством женщины самой хрупкой и самой беззащитной. О, сердце у меня обливается кровью, когда я вспоминаю его мужественную нежность. Мы ждали моего спутника, он в это время спускался по веревочной лестнице. Торопись, торопись, шептал Хуан, я и сам-то изголодался, у меня целые сутки куска во рту не было, пока я здесь тебя сторожил. Мы побежали бегом через пустырь, вдали нас ждала карета, я разглядел во тьме тусклый свет фонаря, но для меня и этого было довольна. Я вспрыгнул в нее. Он в безопасности, вскричал Хуан, устремляясь вслед за мной. А в безопасности ли ты сам? прозвучал в ответ громовой голос. Хуан откинулся назад и упал с подножки кареты. Я тут же выпрыгнул вон и сам упал, споткнувшися его тело. Я весь вымок в его крови. Он был мертв. Непонем – – Продолжение следует...